Изношенные сети не выдерживают морозов, аварийные дома на грани разрушения, а сугробы в городе порой выше колен. Почему лица, ответственные за коммунальный порядок в городе, не справляются со своими обязанностями? Смотрите, какие проблемы жители проигнорированы в этот раз. Приговоренные к сносу, жильцы ветхой двухэтажки рискуют остаться без жилья после очередного ремонта от городского ЖКХ. От обрушения жильцы пытаются спастись перестановкой. Не страшно? А что, диван-то вот тут стоит, он туда же упадет. Под страхом смерти жильцы исторического здания на Ползнова 56 отказываются покидать родные развалины, даже под угрозой быть погребенными заживо. Вот это вот обвалилось, когда шли дожди под обоями, там все, вот это место все мокрое было. Не пройти, не проехать. Барнаульцы тонут в сугробах. Горожане вынуждены сами расчищать себе дорогу к дому. Обильный снег, быть здоровыми, счастливыми. Пожалуйста, администрация железнодорожного района, обратите внимание на свой участок, который трактор мимо проходит. На Леченом коне далеко не уедешь, так гласит народная мудрость. Она как раз про это дом. Износ почти 80%. А это значит, что в любой момент здесь может обвалиться стена или рухнуть часть крыши прямо на голову жильцов. Ответственные лица не смешат сносить умирающее здание, а настойчиво красят ему губы. Так недавно под красивым пластиком спрятали уродливый фасад. Я стояла вот здесь, разогревая ребенку обед. Ну, вернее, завтрак. И когда это все рухнуло, я просто вот тут упала. Я приземлилась на попу. Дыра в потолке в квартире Светланы Ивановны красуется с лета этого года. Пару сантиметров правее, потолок бы рухнул на голову хозяйки квартиры. Светлане Изотовой повезло. Наделалась испугом и болью в пояснице. Я в тот период была на больничном. Больничный пришлось продлять. И все наше лечение с доктором пошло на смарку. Пришлось повторять. А могло бы и на голову? Ну, могло. На голову прилетел только шлак. Пыль. Я вся стояла в этом шлаке. Основная масса вся была вот здесь на столе. Причина обрушения – бригада, которая ремонтировала дом, уверена женщина. И добавляет, что после ЧП комнаты буквально заходили ходуном. Комод полностью начал проседать вот этот угол. Он прям, ну, ходит. Ходит и ходит. Двухэтажка на первой западной 47А уже много лет в плачевном состоянии. Летом здесь провели, по словам жителей, косметический ремонт. Фасад на первый взгляд радует глаз, но условия проживания жителей в квартирах, мягко сказать, оставляют желать лучшего. Здесь вот у нас постоянно бежало. Вот сейчас мы подмазали маленько. И со всех сторон, вот видите, бежит вообще отовсюду. Это все рухнет. Там просто оно все время капает, бежит всегда. Вот. Просто сейчас тут крышку сделали, что? Не бежит. А тут надо же все просто менять. Тут же оно сыпется. Вот. Поэтому это совершенно все неправильно. Конечно, это оно может рухнуть. Не страшно? А что? Диван-то вот тут стоит. Не сюда же упадет. В ноябре 2020 года жилой дом признали аварийным. Приговорили к сносу. Жители надеялись вскоре отпраздновать новоселье в новой квартире, которую предоставит мэрия. Но не тут-то было у городского ЖКХ свои планы. Они решили не сносить ветхий дом, а просто заменить потолочные перекрытия. Людям такая идея не нравится. Администрация хочет поменять перекрытие. Вообще, сам шлакоблок аварийный. И то, что они заменят перекрытие, как они объясняют, что расселение может быть, пройдет очень много лет. Типа мы в этом году расселяем только 12-й год. Но это не спасет дом. Его не реанимировать. При таких условиях мы можем прожить и с этими перекрытиями достаточно количества лет. По трем квартирам уже вынесены судебные решения об обязании предоставить доступ. Суд удовлетворил исковые требования к ЖКХ по одной квартире. Пока решение не вынесено, перенесено рассмотрение дела на январь 2021 года, рассматриваться дело будет дальше. Мы считаем, что данные решения суда незаконны. Будем их обжаловать. Дом нужно сносить. Жильцов расселять немедленно требуют общественники. Ведь проведение любых работ на этом ветхом доме может привести к трагедии. Памятник архитектуры федерального значения «Дом Лесневского». Без ремонта уже больше полувека. А ведь когда-то планы на этот дом были грандиозные. К примеру, сделать дом туристически привлекательным и открыть здесь кафе «Сказки Пушкина». Но планам не суждено было сбыться. Сейчас здесь живут люди в условиях совсем несказочных. Проснулась от страшного грохота. Я сначала не поняла. Слышу кап-кап, потом ба-бах. Уютная комната полгода назад. Заброшенный чулан сейчас в зоне отчуждения. Страшно находиться. Очередное обрушение потолка в квартире жилого дома может случиться в любой момент. Сначала маленькое было. Маленькая площадь. И потом весной, летом ливни начались. И вот это все рухнуло. Дом, в котором десятилетияют люди – постройка начала 20 века. Памятник архитектуры федерального значения. Аварийность 2014 года. Уже шесть лет за здание отвечает администрация центрального района. Но в подъезде не заменена даже лампочка, не говоря уже о ремонте. Щель появилась две, так, два года назад. По какой причине мы не знаем, потому что дом весь проседает. И мы не знаем, в какую сторону это рухнет стена. Он надумает сюда рухнуть. Поэтому будем хорошо, через окошки можно вылезти. Жильцы своими силами пытаются подлатать дом. Но старания, по сути, бесполезные. Дом вот-вот расколется на части. Ну вот это вот обвалилось, когда шли дожди под обоями там. Все вот это место, все мокрое было. Люди бы и рады навести в своих квартирах фэн-шуй, но только начинают, как вновь опускают руки. Обои новые. Год назад переклеивала я. То есть пошла плесень. И здесь было прям все мокро, потому что я надавила. И вот вмятина, да, то есть подсохла немножко от печки более-менее. А вообще у нас вот так вот все ходуном, все обои вот так ходуном ходят. Я боюсь их прям, потому что они прям на соплях, скажем так, держатся. А это чердак одной из квартир. Заходить сюда не просто страшно, а опасно для жизни. Ну то есть вот, мы переживаем, что балка вот эта прям, прям вот чуть-чуть, она прямо обвалится, она идет несущая. Вот эта вот валится. Ой, кошмар, господи, прости. Уже третий год. Мы запенили, чтобы маленько хоть держала. Переехать и забыть про нечеловеческие условия проживания пока не получается. Мэрия, по словам хозяев, квартир не предлагает достойную альтернативу. Нам предлагают деньги, чтобы мы пришли, подписали документы, на ту площадь, которая была, вот, я не знаю, как правильно сказать, это изначально. То есть у нас было 37 квадратов, а по факту у нас 53. 37 предлагают, да, на данный момент, то есть оплату. Вас это устраивает? Нет. У меня семья из четырех человек. Собственники четырех жилых помещений получат компенсацию за изымаемые помещения в 2020 году. Собственники одного жилого помещения отказались от получения компенсации, в связи с чем вопрос об изъятии жилого помещения и выплате возмещения будет решаться в судебном порядке. Пока вопрос о переселении и компенсации будет решаться в суде, ветхий памятник деревянного зодчества рискует рассыпаться на пазлы, но это еще полбеды. Под завалами могут оказаться люди, которые выбрали судиться. Если хотите ходить по расчищенному тротуару, берите с собой не только сумочку, но и лопату. Дорожные службы не справляются со снегопадами. Моя коллега Мэрия Микшута прошлась по самым заснеженным улицам города. И вот так, по словам людей, каждый год. Снег, привезенный с улиц, теперь растет вдоль трассы здоровья. Сюда его привозят, а местный не убирают. Вот он на тротуарах. Тропы протаптывают, если могут. Плохо ходить. Неудобно, некомфортно. Поэтому считаю, что, конечно, обязательно надо. А где-то еще в городе есть такие места, которые требуют внимания? На Ломоносово. Там, если вот снег выпадет, снегобан, там же и автобусы ходят, 77-й, 80-й, а людям вообще практически невозможно. Барнаульцы признают, снега пока немного, но уже есть на что обратить внимание коммунальщиков. Например, на узкие пешеходные дорожки. Ну, вручную, наверное, это нереально. Что-то нужно думать, потому что, особенно челюскинцев у нас. Во-первых, узкая, во-вторых, трамваи. Во-вторых, вот эти дорожки. Перепады вверх-вниз, частные дома, заборы тоже как бы. Не знаю, нужно что-то. Ни коляску провести, ни проехать, ни пройти. Сделать дорожки проходимые, а заодно и отработать наказание в виде обязательных работ, помогают осужденные. Убирают снег и налить стротуаров и встают на путь исправления. С 8 до 12 убираем, долбим лед, то, что помогает человеку исправиться. Сейчас у нас в бригаде 10 человек. В прошлом году было 30. Можем и 2, и 3 бригады. Сколько человек нам поставят, чем больше, тем лучше. Поэтому снега зимой много бывает. Налить нужно убирать. Снег тоже нужно убирать. В труднодоступных местах, куда не может зайти техника. Сейчас на улицах города работает несколько бригад, почти 100 осужденных. Кстати, благодаря им скоро станет проще ходить по улице Матросова и Пионеров. Но в период снегопада 100 человек на весь Барнаул, как капля в море. Жители берут лопаты в руки сами. Обильный снег. Быть здоровыми, счастливыми. Пожалуйста, администрация железнодорожного района, обратите внимание на свой участок, который трактор мимо проходит. Практически ежедневно на улицах города работает около 70 единиц снегоуборочной техники и больше сотни дворников. Снегопад прогнозируют до конца недели. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. На этом все. Если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», заполняйте заявку на сайте и оставляйте ваши комментарии в наших социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok